Давай, проклятец, запретенный, Весь мир голодный, мир рабов! Кипит наш разум возмущенный, И смертный бой вести потом! Весь мир, Россия, мы разрушим До основания, а затем Мы наш, мы новый мир простроим Но был ничем, тот станет всем Товарищи, я несколько необычно выступлю сегодня. Я хочу вам напомнить великий революционный 20-й век, когда на подъеме было коммунистическое движение во всем мире, когда были великие герои, и наши, и Ленинская гвардия, мы все их помним. И вспомним героев, поскольку это рациональный праздник. Вспомним Престаса, Бразилия, вспомним Куньяла, Португалия, вспомним Антонио Майдану, замученного в тюрьме, это Барагвай, вспомним Белоянеца, Греция, вспомним их всех, я просто, у меня времени нет их всех перечислять. Я хочу сказать, что в 21-м веке будет другой подъем, он будет выше, круче, и новую волну, уже не удастся сбить, и будут новые герои. Но для того, чтобы новые герои вышли, надо помнить, из старых героев, надо помнить великий 20-й век, ну и 19-й тоже, конечно. Да, я забыла французов, я забыла Габриэля Ферри, и вообще всю партию расстрелянных коммунистов. Американцы ненавидят Кубу, ненавидят только за то, что Куба выбрала свой избранный путь и идет по нему, не смотря ни на что. Сегодня много говорят различные наши комментаторы, вот такая-то жена, вот такой-то народ, очень хорошо относится к России. Но они вынуждены поддерживать санкции, потому что американцы давят на них, шантажируют экономически. Вот Кубу, сколько они шантажировали, сколько они не давили, не дожди, а нашла ее за своим путем. Поздравляем вас, дорогой товарищ, с праздником. Спасибо, взаимно. Днем международной солидарности трудящихся. Скажите, что здесь сегодня было? Сегодня здесь было возложение цветов к одному из известнейших памятников Владимиру Ильичу Ленину в Москве на Октябрьской площади. Ну, я говорю по-советски, по-старинке. Это не Калужская, все-таки Октябрьская площадь, и ее смысловым центром является памятник Владимиру Ильичу, который в 1987 году, по-моему, один из последних памятников в Москве установленный, один из самых высоких памятников. Вот он был установлен в 1987 году, и вот мы здесь сегодня возлагали цветы для того, чтобы выразить свое отношение к этому дню и все-таки напомнить об истинном содержании и об истинном смысле этого слова. Я сегодня, этого праздника, я вот сегодня по радио услышал о том, что по опросам более 50% респондентов не считают этот день праздничным и не воспринимают этот день как праздник. Считают, что просто один из нерабочих дней, то есть можно отдохнуть, съездить на дачу, но сегодня, когда труд, как мне представляется, растоптан, когда оплеван сер, оплеван молот, мы сегодня здесь говорили, я в своем выступлении коротком сказал, что если мы, проезжая по московским станциям метро, мы, там, кто-то на учебу едет, кто-то на работу, мы восхищаемся красотой этих станций, потому что там воспеты труящиеся, в мозаике, в живописи. Там стоит доярка, стоит пастух, стоит, я не знаю, там, со станком токарь или шахтер, то есть воспевается человек труда. Сегодня труд, серб, молот, оплеванный, и права человека труда, и условия трудовые, мы видим, как это не надо никому рассказывать и объяснять. И сегодня этот день еще более актуален, чем в советские годы, потому что борьба рабочих за свои права в советские годы была для их истории. Они в книжках, в учебниках истории про это читали, в Советском Союзе незачем было бороться за трудовые права. Они были оплачены кровью тех, кто погиб в Великую Отечественную войну, в Гражданскую войну, в революцию. Но сегодня идеалы Октябрьской революции, они перечеркнуты. Социальные завоевания, гарантии Великого Октября. Сегодня мы должны вспоминать об истоках, вспоминать о Чикаго. 19 век, 1 мая, в Чикаго подняли красный флаг рабочий. После этого как раз 1 мая и во всем мире стали праздновать этот день. Как день солидарности трудящихся. Вот мы сегодня и говорим о солидарности рабочих, о солидарности коммунистов, всех советских людей, кто готов бороться за то, чтобы труд победил капитал, чтобы диктатура труда, диктатура рабочего человека, трудящихся, она восторжествовала во всем мире. И мы поэтому обращаем наши слова и к украинскому пролетариату, и к, как Ленин бы сказал, пролетариат Малороссии, трудящейся Малороссии и Великой Россией. Мы протягиваем руку рабочему классу Украины. И надеемся, что рабочий класс Украины протянет руку трудящимся России. Мы топор войны зароем и объявим классовую войну тем, кто стравливает народы и кто хочет погреть руки на пламени войны. Я праздники не праздную давно, как собственные люди всей России. Не хочется смотреть мне и в окно, лишь верить в доброту еще по силе. Сегодня день трудящихся в стране, и кто-то поздравляет с первым маем тех, кто сейчас на социальном дне, где с каждым днем все больше мы нищаем. Уважаемые товарищи, от имени Компартика Министерства России хочется сердечно поздравить вас с 1 мая, с Красным 1 маем, с Днем Международной Солидарности Трудящихся. Сегодня мы вместе с товарищами, вместе с левыми силами Москвы вышли на замечательную акцию, возложили цветы к памятнику Владимира Ильича Ленина. Мы помним о том, что Владимир Ильич был действительно гениальным политиком, был человеком, который сумел организовать Великую Октябрьскую социалистическую революцию, события планетарного масштаба, которая показала, что можно и нужно бороться за свои права. И эта борьба увенчалась успехом, созданием СССР, государства, в котором действительно люди жили счастливо, было социальное равенство, не было угнетений, не было капиталистов. И в память о том государстве продолжается наша борьба, проходят наши многочисленные акции и убежден, что левые силы России рано или поздно объединятся и победят. Победят во имя справедливости ради торжества идей марксизма и ленинизма. Еще раз с праздником, всего самого доброго, с 1 мая. Дорогие товарищи, от имени Центрального комитета Всероссийского Ленинского Коммунистического Союза Молодежи хотел бы поздравить всех с этим светлым праздником, Днем Борьбы и Солидарности Трудящихся. Это действительно великий праздник. К сожалению, в России сейчас его пытаются публированно называть Днем Весны Труда. Но рабочие массы, как и сто лет назад, прекрасно помнят основное значение этого праздника. Это, в первую очередь, борьба трудового народа за свои права, за необходимость лучшей зарплаты, лучших рабочих условий и, в принципе, лучшей жизни для трудового народа. Центральный комитет ВЛКСМ всех сердечно поздравляет с этим праздником. Я всех поздравляю с 1 мая, Международным Днем Солидарности Трудящихся. Желаю всем здоровья. Здоровья и самое главное, чтобы у каждого человека труда, у всех честных трудников вернулось ощущение праздника в этот день. Спасибо всем праздникам. Значит, 1 мая – это главный праздник на земле. День всех трудящихся. Всех экспортированных, всех, кого улетают. На всей земле. Идетов по России. Везде. Мы делаем вложить все, чтобы буржуазия не перекладывала тяготы военно-эффективных операций на плечи народа. Буржуазия за это расплачивается и подтягивает свои пояса. А мы должны требовать, не будем требовать национализации, мы должны требовать мобилизационной экономики, мы должны требовать действительного, а не перекатурного, прогрессивного налогообложения богатых. А сегодня мы говорим «До здравствуй!» 1 мая – День Международных Солидарностей. Ура! Ура! День Международных Солидарностей. День Международных Солидарностей. День Международных Солидарностей. Продолжение следует...